В городской администрации прошло еженедельное совещание. Его провел мэр Воронежа Вадим Кстенин. Основные темы планерки касались пожароопасного периода, а также итогов весеннего призыва на военную службу. Все подробности у нашего корреспондента Галины Жуковой. О пожароопасной ситуации в городе рассказал Сергей Хамук. Одной из распространенных причин возгорания в летнее время наряду с человеческим фактором по-прежнему является сухая трава. Причем таких случаев с каждым годом не становится меньше. С начала 2019 года зарегистрировано 123 пожара сухой травянистой растительностью на общей площади 33 гектара. За аналогичный период 2018 года имело место 72 на площади 20 гектар. Система видеомониторинга позволяет охватить территорию лесных массивов до 90%. Другой немаловажный фактор в борьбе с лесными пожарами – патрулирование по 18 маршрутам на территориях, прилегающих к зелёной зоне. Когда патрули проходят по определенным местам, а мы их знаем, где люди отдыхают, человек привыкает, что смысла нет разжигать костёр, потому что всё равно кто-то придёт. Потому что заставят либо штраф заплатить, заставят затушить. Точно так же люди понимают, не стоит идти с бутылками в какое-то определённое место, потому что придут органы власти и, соответственно, также человек может понести за это наказание. На планёрке в мэрии речь также шла об итогах весенне-летнего призыва воронежских новобранцев, 732 из которых были отправлены в ряды вооружённых сил. Во время призыва на заседание призывных комиссий прибыло 4206 человек. В отношении каждого из них было принято решение. Тенденция снижения количества призывников связана и с проблемой уклонистов. В прошедшую призывную кампанию осуществлено 1100 посещений по адресам уклонистов. В результате этого был разыскан 381 человек. Не прекращать работу в этом направлении призвал и глава города. Я предлагаю работу по розыску уклонистов не останавливать. Надо создать себе какой-то небольшой хотя бы резерв для следующей призывной кампании. Она через несколько месяцев начнётся. Поэтому я прошу эту работу активно продолжать. Насколько успешно эта работа будет продолжена, мы узнаем по результатам осенней призывной кампании, которая уже не за горами.